Деяния апостолов, глава 9 Внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савв, Савв, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савв встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел и не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, «Анания?» Он сказал, «Я, Господи?» Господь сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую». И спроси в Иудином доме Торсянина по имени Саввла. Он теперь молится. И видел он в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтоб он прозрел. Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих об этом человеке. Сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь он имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Саввл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тот час как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был в Саввл несколько дней с учениками в Дамаске. И тот час стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие удивлялись и говорили, «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и везти к первосвященникам?» А Саввл больше и больше укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Саввл узнал об этом у мысли их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взявшие его, спустили по стене в корзине. Саввл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа и Иисуса. Говорил также и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнавшие об этом, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека именем Енея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Еней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей, и он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостин. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши, Петра села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых, и вдовицы поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Продолжение следует...